Харчевня В один весенний вечер у Харчевни стоял передок телеги, массивная железная ось, поддерживаемая двумя огромными колесами. Под осью свисала полукругом толстая цепь. На этой цепи, словно на качелях, раскачивались две маленькие девочки. На крыльчке сидела мать девочек, госпожа Тенардие. Женщина не слишком привлекательного вида. Она раскачивала детей с помощью веревки, привязанной к цепи, и хрипло напевала. Ох, какие у вас хорошенькие детки, сударыня. Она раскачивалась великолепными ресницами. Что касается матери, то она выглядела печальной. У нее было бледное лицо, усталый и немного болезненный вид. Глаза ее, казалось, давно не просыхали от слез. Ах, какие хорошенькие. Какие же они у вас хорошенькие. Правда, сударыня. Такие чистенькие. Когда я увидела их, таких радостных, таких довольных, сердце у меня так и перевернулось. Мне это очень приятно. Меня зовут госпожа Тенардие. Фантина. Мы с мужем держим вот этот трактир. Ну что ж, присядьте, если угодно. Спасибо. А девочка ваша, она пусть поиграет с моим. Правда? Я вам так признательна за это. Детка, иди поиграй. Иди, иди. Иди, иди. Иди, не будь. Иди. Я, в самом деле, немножко устала. Вы знаете, мы вышли из Парижа ранним утром. Сейчас уже вечер. Правда, девочка иногда шла ножками, но очень мало. Она ведь еще такая крошка. Пришлось нести ее на руках. А куда вам нужно? Видите ли, в Париже стало трудно найти работу. Хочу поискать в других краях, на родине. Только, боюсь, ребенком не найдешь места. А как ее зовут? Уже играют вместе. Поглядеть на них так можно подумать, что... Ну, просто три сестрички. Как вы сказали? Что? Вы сказали сестрички. Да. Я сказала, что они похожи на сестричек. А что? Это сам Бог. Сам Бог направил меня к вашему трактиру. Послушайте. Послушайте, добрая госпожа Тонардье. Не согласитесь ли вы оставить у себя на некоторое время? Оставить у себя мою казетту? Да, но... Видите ли, я не могу взять ее с собой. Работа этого никак не позволяет. Малютку не с кем будет оставить, пока я буду работать. Да и не найду я места с ребенком. Мы же погибнем обе от голода. Это сам Бог. Сам Бог направил меня к вам. Когда я видела ваших девочек, таких хорошеньких, я подумала... Вот прекрасная мать. Возьмите ее к себе ненадолго. Возьмите. Возьмите. Ну, пусть они будут, как три сестры. А как только я заработаю денег, я верну за ней. Да, но... Как-то нужно ведь подумать. Ну, я буду платить. Я буду платить по шесть франков в месяц. Не меньше семи франков. И за шесть месяцев вперед. Шестью семь сорок два. И за шесть того пятнадцать франков на первоначальные расходы. Так, сорок два и пятнадцать, это будет пятьдесят семь франков. Я... Что? Я заплачу. Я заплачу. У меня есть восемьдесят франков. Мне еще хватит, чтобы добраться до места. Ну, конечно, если идти пешком, там я начну работать. И как только скоплю немножко денег, я сразу же вернусь. Есть у девочки одежда. Есть, есть, есть. У него все есть, целое приданное. Вот. Шелковое полотице. Видите, как у настоящей барышни. Вот оно. Вот. Тут все есть в моем мешке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это мой муж. Да. Ну, вещи неплохие. Вам придется отдать все это. Ну, как же, Иначе. Конечно, конечно, было бы странно, если бы я оставила свою девочку горенькой. Ну, что вы. Ну, ладно. Так и быть. Вы согласны? В конце концов, люди должны помогать друг другу. Ну, конечно. Конечно. Да, вас наградит вас Бог за вашу доброту. Я скоро вернусь за ней. Я скоро вернусь за ней. Мне будет заработать. Мне будет. Я вернусь. Я скоро вернусь. Я вернусь, я вернусь за ней. Я вернусь, я вернусь. Пятьдесят семь франков. Ну вот, теперь мы заплатим этот долг, которому завтра срок. Ну и повезло. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Ну, знаешь, ты устроила недурную мышеловку, подсудив наших девчонок. Я ведь идуть об этом не думала. Дела Харчевни шли плохо. Теннердье были небогаты. Правда, благодаря деньгам, оставленным Фонтиной, супруги вовремя уплатили долг. Но через месяц им снова понадобились деньги, и они продали всю одежду Казетты. А когда и эти деньги были израсходованы, хозяева стали обращаться с девочкой так, словно она нищенка и живет у них из милости, даром. У нее не было теперь никакой одежды, и она носила лохмоти. Старые, взорванные юбчонки, рубашонки, японины и озельмы. Кормили ее объедками, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Да и ела Казетта вместе с кошкой и собакой под столом из такой же деревянной миски. Ваша Казетта чувствует себя превосходно. Ходно, раз, вот, отлично. Послушай, жена, а почему в самом деле она платит нам только 7 франков в месяц? В общем, можно подумать, что она счастливила нас с этими 7 франками. Да, 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 ведь прошло уже около года, девчонка все еще живет у нас, мы ее кормим, она носит платье наших собственных детей, а толку от нее никакого. Вот именно, 7 франков, подумаешь, деньги. Да, да. А если она заболеет, мне придется платить из своего кармана, ведь девчонка, будь она неладна, то и дело простужается. 7 франков. Нет, это никуда не годится. 12. И ни одного сум меньше. Правильно. Это была для Фонтина огромная сумма, но делать было нечего, она покорилась. Постепенно госпожа Тонарде, которая страстно любила своих дочерей, так же страстно возненавидела чужую только за то, что она чужая. Каждое движение Казетты навлекало на нее град жестоких и незаслуженных наказаний. Хозяйке казалось, что Казетта отнимает место у ее детей, что она ворует воздух, принадлежащий ее дочкам. А между тем даже своего места в доме у Казетты не было. И спала она не в комнате, а под лестницей, среди старых корзиной битой посуды, в пыли и грязи, на дырявом тюфике, брошенном на холодный каменный пол. Прошел год, потом другой. Дела Харчевне шли, все так же неважно. Какие славные люди эти Теннердье. Сами не богаты, а воспитывают чужую девочку. Бедняжка... Говорят, мать просто бросила ее. Господи! Бывают же на свете такие бессовестные женщины. Бедная сиротка. Да-да-да, я сама это слышала от госпожи Теннердье. Мать оставила у них ребенка, а самой след простыл. И не присылает ни копейки. Совести у нее нет, вот что я тебе скажу. До сих пор не может выслать деньги за прошлый месяц. Ей, видите ли, трудно платить так много. А мне не трудно кормить дармоедку. Можно подумать, что у меня миллионы. И потом, 12 франков это все-таки слишком мало. Конечно, конечно, девчонка растет, траты на нее тоже растут. Вот что, пусть-ка мать присылает с этого месяца по 15 франков. Иначе я просто вышвырну на улицу это чудище. 15 и никаких разговоров, так и напишу. И к тому же, слушай, хватит ей бездельничать. Живет как барыня на всем готовом. А ей уже 5 лет. 5 лет? Ну и пусть трудится, пусть зарабатывает свой хлеб. И пятилетняя Казетта стала служанкой. Она ходила за покупками, подметала пол, убирала двор, мыла посуду, бегала за водой к дальнему роднику. Она носилась вверх и вниз по лестнице, чистила, терла, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и выполняла самую черную и трудную работу. Она вставала раньше всех в деревню. И в любую погоду подметала улицу, еле удерживая большую метлу в посиневших ручонках. Несправедливость и страх сделали девочку убрюмой, а нищета и голод некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме огромных прекрасных глаз, на которые было больно смотреть, потому что, если бы они были меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали. Прошел еще год, второй, третий. Однажды вечером в низкой слабо освещенной зале харчевни сидело несколько возщиков и странствующих торговцев. Хозяйка присматривала за ужином, который поспевал в ярко пылавшей печи. Ее муж пил с гостями и толковал о политике. Казетта сидела на своем обычном месте под кухонным столом. Одетая в лохмотье, в деревянных башмаках на босу ногу, она вязала шерстяные чулки для хозяйских детей. Какова погода, а? Заходите, заходите, дорогие друзья. Лучше не бывает. Здравствуйте, садитесь. Привет. Ну, пошевеливайся, хозяйка, ей скочится. Сейчас, сейчас. Ух, на улице. Все как вымерло. Да уж, прохладно, ничего не скажу. Садитесь, садитесь. А тьма такая, что разве только кошкам в потвору шататься. Привет, хозяева. Привет, садитесь, дорогие гости. Продру, как собака. Эй, хозяйка, ты нас голодом, что ли, взялась за морейки? Ну, давай ужин. Хватит колдовать. Ну, сейчас, сейчас, минуточку терпения почтеннейший. Минуточку. Ой, господи, как там, у меня бы не подгорело там. Надо воды подлить. Вот тебе раз. Воды-то нет. Ну, ладно, впрочем, ничего, хватит. Хватит полкружки. Хозяйка, почему моя лошадь не поина? Козе так меняло. Страх сковал ее, заставил тесно прижать локти и колени, спрятать под юбку ноги, занять как можно меньше места и еле дышать. Она бы хотела исчезнуть, умереть. Только бы не слышать этих наводящих ужас слов. Хозяйка, почему моя лошадь не поина? Как так не поина? Не может этого быть. А я говорю, не поина. Когда ей хочется пить, она по-особому фыркань. Я ее повадки знаю. Сейчас же дать ей воды. Ну что ж, ну что ж. Ну что верно, то верно. Если скотина не поина, ее нужно поить. Ой, где же эта девчонка-то? Козетка! Козета! Козетка! Куда это подевалась эта тварь? Козетка! А-а-а! Вот ты где! Под столом! Вот как всегда в самом теплом уголке! Улезай! Ступай! Напои лошадь! Сударыня! Эти воды нет! Здрасте! Как это нет? Где нет? Бочки нет! А в роднике еще хватит! Ну! Живо! Вот ведро! Ну что ты стала, как истукан! Ну тебе что, непонятно? Марш! Ой, погоди! Стой! Стой! Вот! Вот на тебе 15 су! И на обратном пути купишь большой хлеб! Иди! Хорошо, сударыня! Ведро было больше самой Козетты. Девочка могла бы свободно сама поместиться в нем. Несколько секунд она неподвижно стояла перед дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь. На улице не было ни души, ни одна звезда не светила на небе. Если бы не тускло освещенные витрины лавочек, вокруг была бы полная темнота. Лавочка, которая находилась как раз напротив корчевни, принадлежала торговцу игрушками. Витрина ее была украшена золотой и серебряной бумагой, разноцветными фонариками, блестящими изделиями из стекла и жести и сверкала сказочным великолепием. Но удивительнее всего была кукла. Огромная, наряженная в розовое креповое платье с золотым венком на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине в первом ряду, вызывая изумление маленьких прохожих. Во всей деревне не нашлось ни одной матери, которая решилась бы купить это сокровище своему ребенку. Эпонино и Азельма часами любовались ей. Казетта же взглядывала издали и украдкой, не осмеливаясь приблизиться. И вот теперь, когда на улице никого не было, она подавленная, дрожащая, с тяжелым ведром в руке, не в силах была удержаться, чтобы не подойти поближе. И она подошла. Она подошла и замерла, как вкопанная. Никогда не видела она такой красоты. Наверное, надо было быть королевой или принцессой, чтобы играть с такой куклой. Она стояла, стояла и не могла отвести глаз от этого волшебного видения. Она смотрела, забыв обо всем на свете. О, какая дама! Ты все еще здесь, бедельница! Вот я тебе задам, чего ты тут торчишь! Погоди у меня, уродина! Больше Казетта не останавливалась. Вскоре ряд лавочек кончился, и она очутилась в темноте. Ею овладел смутный страх, и поэтому она старалась изо всех сил громыхать ручкой ведра. Деревня кончилась, началось поле, темное и пустынное даль. Ведро громыхало, но этот монотонный звук уже не прибавлял Казетте мужества. Она вступила в лес. Ночной шум его охватил ее со всех сторон. И тут страх с новой силой накинулся на нее. Беспредельная ночь глядела ей в глаза. И она побежала, еле сдерживая рыдание, стараясь не смотреть ни направо, ни налево, боясь увидеть в чаще что-нибудь ужасное. Так она достигла родника. Погружая ведро в воду, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула и упала в воду монетка, которую ей дала госпожа Тонардия. Ей хотелось одного, бежать, бежать, без оглядки к домам, к окнам, к зажженным свечам. Но надо было взять ведро и идти. С трудом подняв ведро, закоченевшими от воды руками, она сделала шагов двенадцать и остановилась. Отдохнула несколько секунд и продолжала путь. Каждый раз, когда она останавливалась, холодная вода выплескивалась на ее голой ножке. Детя моя, эта ноша слишком тяжела для тебя. Да, сударь. Дай я понесу. Тебе сколько лет, девочка? Восемь лет, сударь. А куда ты идешь? Вон туда, в деревню. Далеко. Значит, у тебя нет матери? Я не знаю. Говорят, что нет. У других есть, а у меня нет. Наверное, не был никогда. Постой. А как тебя зовут? Козетта. Козетта? Да, сударь. Кто ж это тебя послал в лес за водой в такое время? Госпожа Тенардия. А, кто это? Это моя хозяйка. Она задержит постоялый двор. Постоялый двор? Ну, хорошо. Там я и переночую. Пошли. Этот высокий пожилой человек шел довольно быстро. Козетта еле поспевала за ним. Она больше не чувствовала ни усталости, ни страха. Время от времени она поднимала голову и поглядывала на своего спутника с удивлением и в то же время со спокойствием и невыразимым доверием. А что, разве у госпожи Тенардия нет служанки? Нет, сударь. У нее нет слуг. И ты у нее одна? Да, сударь. Но у нее есть еще две девочки. Панин и Зельма. А кто это? Это... Это барышня госпожи Тенардия. Ну, просто ее дочки. Ну, а что они делают? О! У них чудесные игрушки. Куклы. Разные красивые вещи. Они играют. Все время? Все время. А ты? Я... Я работаю. Весь день? Да, сударь. Иногда, когда кончу работать, мне тоже позволяет поиграть. Только у меня нет игрушек. Но у меня есть оловянная сабелька. Такая... Ну, вот как мой палец. Они дошли до дерьми. Человек перестал расспрашивать ее и хранил мрачное молчание. Сударь. Да, дитя мое. Вот уже мы подходим. Ну и что же? Можно мне взять ведро? Зачем? Если хозяйка увидит, она меня попьет. Попьет? Ну, хорошо, возьми. Попьет. Ну, наконец-то. Куда это ты провалилась? У него все по сторонам глазело. Сударь, вот этот господин хотел бы у нас переночевать. Да? Милости просим. Да с этого много не возьмешь. Сразу видно нищий. Ах, любезный, мне очень жаль. Ну, у нас нет ни одной свободной комнаты. Ни одной. А поместите меня, куда вам будет угодно. Хоть в конюшню. Я заплачу вам, как за отдельную комнату. Да, но это будет стоить вам сорок суток. Сорок суток. За ночлег в конюшне. Да у вас комната стоит всего двадцать суток. Ничего-ничего, жена правильно делает. Это сразу видно нищий. Таких надо учить, пусть не лезут в благородный дом. Сорок суток? Ну, что ж, пусть будет сорок суток. Незнакомец положил на скамью небольшой узелок и тяжелую дубовую палку и присел к столу, на который Казетта поспешила поставить ужин. Затем она уселась на свое обычное место под кухонным столом спиной к огню, чтобы согреться. Пастор! А где же хлеб? Где хлеб, я спрашиваю? Забыла. Ну, погоди у меня. Деньги. Где деньги? Ну, где деньги? Что ты там шаришь по карманам? Потеряла? Или, может быть, украла? Украла? Где моя плеска? Простите! Простите! Я больше не буду! Пойди сюда! Пойди сюда! Пойди сюда, говорю! Виноват, сударыня. Что такое? Я... Я сейчас видел, как что-то упало из кармана девочки и подкатилось ко мне. Вот. Возьмите. Да? Это же не 15, а целых 20, су. Где это он взял? Что же мне лучше? Благодарю вас, сударь, покорнейше благодарю. А ты убирайся на место. Маш! Какой-то странный тип. Мамочка! Мамочка! Мы немножко поиграем. А-а-а! Пожаловали ко мне мои ласточки, мои кисоньки, мои рыбоньки. Ой, лапочки дорогие, ну, вам ведь спатеньки пора уже. Ну, с куклой поиграем, мамочка, с куклой. Ну, ладно, ладно уж, ладно. Поиграйте только недолго, а то ведь вы устали, мои маленькие. Мои дью-дью-дью-дью. Ой, сестричка, что я придумала. Давай поиграем в котенка. Мяу-мяу. Вот смотри, мы его завернем, и он будет моя дочка. Я буду дама. Вот я прихожу к тебе в гости, а ты на мою дочку смотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. Потом ты увидишь ее хвостик, и ты мне скажешь, боже мой! А я тебе скажу, да, сударыня, это моя дочка. Теперь все маленькие дочки такие. А кукла? С куклой мы будем играть? Ну, положи ее. Пусть она вот тут отдыхает. Она сегодня очень устала. Пока девочки пеленали котенка, Казетта отыскала свою сабельку, которая была величиной с мизинец, и тоже стала ее пеленать. Потом она взяла ее на руки и, забившись в самый угол под столом, начала тихонько боюкать. Казетта, кошка, под море ушки, моченько, кошка, спит, спит и пыж. Внезапно Козетта замолчала. Обернувшись, она заметила куклу, которую девочки совсем забыли, занявшись котенком. Она выпустила из рук свою сабельку и медленно обвела глазами комнату. На нее никто не обращал внимания. Тогда она тихонько выбралась из-под стола. На четвереньках очень быстро подползла к кукле и схватила ее. Через секунду она снова была на своем месте. Держа куклу в объятиях, она повернулась так, чтобы никто этого не видел. Это было блаженство. Все вокруг нее исчезло, и не было на свете ничего, кроме блаженства. Козетта вздрогнула так, как будто под ней заголебалась земля. Козетта, ты взяла куклу! Ты взяла куклу! Ты взяла куклу! Положи, где взяла! Так, а теперь убирайся! Убирайся, знай свое место, дырянь! Что случилось? А вы разве не видите? Разве вы не видите? Вот, вот, смотрите, вот! Ну и что же? Что же? Она немного поиграла с куклой. Как это что же? Как это что же? Она смелилась дотронуться до куклы моих девочек! Она трогала ее своими грязными руками! Ужас! Ужас! Замолчи! Замолчи, тебе говорят! Дитя мое! Ну, дитя мое! Успокойся! Успокойся, дитя мое! Ну, подожди минуту! Подожди! Я сейчас вернусь! Я сейчас вернусь! Да чего обнаглела! Мало что она живет у нас, пьет, ест, бездельничает, деньги теряет! Она еще хватает куклу моих девочек! Ужас! Ты замолчишь! Ну, конец! Дрянь или я сейчас тебя выберу! Возьми, казэт. Это тебе. Вот это тебе! Да, мама! Это тебе, казэт. Не бойся. Возьми ее. Играй. Ого! Кукла стоит не меньше тридцати франков. Да, то и сорока. А хозяйка, смотри-ка, глаза выпучила. Обозрел? Девчонка-бедняга все опомнится не может. Не верит, что это ей. Ну и подарочек, а? Жена, этот человек не нищий, не дури. Обходи с ним, как с принцем. На коленках ползай. Ну, что же, козеточка, ты не берешь куклу? Возьми ее. Правда, сударь? Возьми, возьми. Можно, сударня? Правда, можно? Она моя? Это дама. Да, твоя, твоя, детка. Ты же слышала, господин дарит ее тебе. Она твоя. Ну, бери ее. Играй. Козетта быстро отдернула руку, словно обожженная, и попятилась назад. Несколько секунд она стояла неподвижно, и вдруг внезапно, порывистым движением схватила куклу и прижала к себе. КОНЕЦ Потом она посадила куклу на стул, а сама села перед нею на пол, и неподвижная, безмолвная, стала смотреть на нее. Играй. Играй. Играй, дитя мое. О! Я играю! Ну, где ваша конюшня? Уже поздно. Сударь, моя жена просто не знала, что у нас есть свободная комната. Я держу ее для самых благородных гостей. Сделайте милу, спройдите вон туда, направо. Там все приготовлено. Благодарю вас. Пожалуйста. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну и ну. Какая муха его укусила. С ума он, что ли, спятил? Он, видите ли, хочет, чтобы эта тварь играла. Дарит куклу почти в сорок франков. Еще немного он начнет называть ее ваше величество. Не дури, я сказал. Это его дело. Тебе нравится, когда она работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. У него деньги. А с деньгами, да, да, человек имеет право на все. Нечего слиться. Надо подумать, как содрать с него побольше денег. Веди себя умно. Ну. А теперь спать. Завтра мы займемся этим благодетелем. Завтра. Рано утром, когда все еще спали, Теннердье сидел с пером в руке за столом и составлял счет, который собирался предъявить странному незнакомцу. Так, значит, ужин. Ду... Нет, три. Три франка, так. Комната. Сколько? Комната. Десять франков. Свеча. Пять франков. Топка четыре франка. Услуги один франк. Так, итого. Значит, двадцать три франка. Сколько ты сказал? Двадцать три. Двадцать три. Да это же в десять раз больше, чем на самом деле. Он же не заплатит. Заплатит. И заплатит. Заплатит. У меня долгов много. Заплатит. А подашь ему этот счет ты. Я? Да, да, да. И побольше жалуйся на жизнь. Ну, если я сделаю что-нибудь странное, ты не удивляйся. Я кое-что придумал. Мы заплатим долги. Долги. Тихо, тихо. Вон он идет. Возьми счет. А я пойду. Я. О, сударь, вы уже встали, как рано. Доброе утро, сударь. Доброе утро. Добрым утром. Добрым утром. Да, мне нужно срочно уезжать. Как? Я хотел бы поговорить с вами об одном деле. Пожалуйста. А что это у вас? Счет? Ага. Ну, давайте я заплачу, а потом поговорим. Двадцать три франка? Да. Вот. Возьмите. Пять, десять, двадцать три. Благодарю вас. Вот это да, заплатил без единого слова. Да, видимо, сударыня, дела вашей харчевни идут не очень хорошо. Ох, сударь, сударь, не говорите. Тяжелое теперь время, доходов никаких. И посетители у нас все мелкие, лют, голь перекатная. Просто редко попадаются такие богатые, такие щедрые господа, как и вы. Редко, сударь. А ведь у нас дети, и кормить их надо. К тому же мы платим уйму налогов. Тут, видите ли, еще эта девочка. Какая девочка? Да козетта. Понимаете, сударь, мы сами милости не просим, но и другим подавать мы не можем. Ничего не зарабатываем, платить должны много. А тут, представляете, корми еще чужого ребенка. Вот и крутись, как хочешь. Ну, а если бы вас освободили от этой девочки? Что? Ну, если бы ее у вас забрали. Пожалуйста, пожалуйста, пусть ее забирает кто хочет и делает с ней все, что угодно. Хорошо. Я возьму ее. Вы возьмете? Да. Сейчас? Я. Немедленно. Позовите ее. Что? Козетта! Стоп, стоп, стоп. Одну минутку. Одну минуточку. Сударь, моя жена неправильно написала счет. Что? Да, да, неправильно. Вы должны нам не 23 франка, а только 26 суд. Как 26 суд, ведь ты сам... 26 суд, помолчи. 20 суд за комнату и 6 суд за ужин. Все. Она перестаралась. Простите ее. Все дело в том, что она очень тяжело переживает нашу нищету и понадеялась на вашу щедрость. Но я честный человек. Бедный, но честный. Я не могу потакать обману. Что же касается малютки, то об этом я хочу поговорить с вами наедине. Оставь нас одних, жена. Оставь нас. Пожалуйста. Сударь, скажу вам прямо. Я обожаю это дитя. Что? Вы обожаете? Да. Вы знаете, ну просто смешно. Казалось бы, кто она мне? А вот привязался. На что мне ваши деньги? Возьмите их обратно. Этого ребенка я обожаю. Ведь мы взяли ее совсем крошкой. Правда, мы не богаты. Правда, она стоит нам денег. Наконец, у нее есть недостатки. Но я эту малютку люблю. Люблю. Моя жена вспыльчива увидели. Но и она по-своему любит ее. Девочка для нас все равно как родная. Я привык к ее лепету в доме. Нет. Нет. Я вам ее не отдам, как хотите. Не отдам. Конечно. Может быть, вы могли бы дать ей больше счастья, чем мы. Со всей нашей любовью. Ведь мы бедны. А у вас, как я понимаю, есть деньги. Впрочем, нет. Нет, нет. Я все равно не отдам ее ни за какие деньги. Да, ну, денег-то я вам еще не предлагал. А вот если бы предложил... Полторы тысячи франков. Прекрасно. Вот вам полторы тысячи франков. А я мог бы содрать и побольше. Видите ли, милости государь, я человек бедный, но честный. Я не могу отдать девочку первому встречному, даже если он миллионер. Ребенка мне доверила мать. И я отдам его только матери. Или тому человеку, который представит мне записку с подписью матери. Понятно? Да, вполне понятно. Погодите минутку. Я достану бумажник. Сейчас раскошелится. Меньше пяти тысяч не возьму. Вот. Прочтите. Да, пожалуйста, что это такое? Господин Теннердея, отдайте Козетту госп... Отдайте Козетту господину, который предъявит эту... Все расходы будут вам. Оплачены. Фантино. Ну вот. Ваша совесть честного человека теперь должна быть спокойна. Ничего не поделаешь. Жена. Ну что еще? Приведи Козетту. Козета! 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 Цветсь, не там! Козета! День еще только начинался, когда жители города увидели на улице высокого пожилого человека, который вел за руку Козетту, одетую в скромное, но новое платьице, в чулки и теплые башмаки. Незнакомец опирался на тяжелую дубовую палку, а девочка несла на руках большую куклу. Козетта уходила. С кем? Она не знала. Куда? Тоже не ведала. Одно ей было ясно. У нее начиналась новая жизнь, и она больше никого не боялась. КОНЕЦ